Мы любим, который нам хорошо известен с детства, я бы сказал, большинству из находящихся в этом зале, и который давно-давно-давно покорил весь русский народ своей искренностью, откровенностью, своими прямыми посланиями музыкальными и своей жизнью, конечно. Борис, громадное спасибо от всех от нас. Здравствуйте, всем. Мы хотим приветствовать всех от вас здесь на открытой открытии нашей транс-персональной конференции. И сегодня с нами, здесь, Морис Грибенщиков. Он известный русский рок-сингер. Он легенд. И, в самом деле, для большинства русских он действительно известен с early childhood. Everyone knows his songs, and we are really grateful to you, but it's that you are here tonight with us. Thank you. Of course, you understand, they're just kidding you. They found us under the bridge. And it's much better here than under the bridge. So, thank you for inviting us. Спасибо. Логинсон, плотника, пароль, начало, начало. Логинсон, плотника, пароль, начало, начало. Пока ты на суше, тебе не нужен причал. Логинсон, плотника, пароль, начало, начало, начало. Пока глаза закрыты, что небо, что земля, один свет. Пока глаза закрыты, что небо, что земля, один свет. Я не знаю, в кого ты стреляешь Кроме того, здесь никого нет Так дуй за сыном плотника Ломись к началу, начал Дуй за сыном плотника Жги резину к началу, начал Когда ты будешь с тобой Ты поймешь, зачем был бутон причал Вот самая правильная реакция сзади Тем, кто танцует, наш привет Луна, успокой меня Луна, успокой меня Мне нужен твой свет Напои меня, чем хочешь, но напои Я забытый связной в доме чужой любви Я потерял связь с миром, которого нет На севере дождь, на юге белым белом Подо мной нет дна Наверху надо мной стекло Я иду по льду последней реки Оба берега одинаково далеки Я не помню, как петь У меня не осталось сном Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какая дождь, когда мудрёв взлетел. И кто знает, о чём я, те на себя дни. Луна, успокой меня. Луна, успокой меня. Мне нужен твой свет. Напои меня, чем хочешь, а напои. Я забытый связан в доме чужой любви. Я потерялся с миром в этом уровне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вы, конечно, замечаете, что мы выбираем самые трансперсональные песни. И сразу должен предупредить, что город золотой у меня не спеть. Так что, когда вы захотите его услышать, пойте сами. Песня слишком хороша для нас. Если у вас возникнет желание вдруг задать нам какие-то вопросы, можете их написать на бумажечках и прислать. И мы в середине концерции на них ответим. Хотя я не представляю себе, что, о чем нас можно спрашивать. Нет, что-нибудь веселенькое лучше. А то мы вас введем в уныние, и вы уже... Я уезжаю в деревню. Да? Поздравляю. Хорошая песня. Знаю, думаю, ее не пели лет 30. С тех пор. 1, 2, 3, 4, 5. Я проснулся от того, что надо мной летели. И с каждым ходом в северный полюс южней. Но Господь создал мир от того, что Ему было приятно. А если что-то не так, всегда есть семеро из-под камней. У Симагору в мух два крыла, в стальной двери дрожит слева. Не спрашивай меня, как дела, я не смотрю вниз. Хоть бросай меня каменем, мы идем под знаменем. Туда, ведри синим пламенем любой кризис. Мои ноги давно не оскорбляла подошва. И каждый айфон стирает все, что я знал. А в окна и двери стучатся те, кого видеть тошно. Я говорю им, пардон, друзья, но кажется, я вас не звал. У Симагору в мух два крыла, в стальной двери горит стрела. Не спрашивай меня, как дела, я не смотрю вниз. Хоть бросай меня каменем, мы идем под знаменем. Того, что горит синим пламенем любой кризис. Того, что горит синим пламенем любой кризис. Пускай мои слова звучат, как будто это шарада. И каждая нота, как будто бы она ни о чем. Но я пою, и если ты слышишь, то это награда. Когда слова будут дверью, музыка станет ключом. У Симагору в мух два крыла, в стальной двери торчит стрела. Не спрашивай меня, как дела, я не смотрю вниз. Хоть бросай меня каменем, мы идем под знаменем. Того, что горит синим пламенем любой кризис. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. В трамвайном депо пятые сутки балку, Из кухонных кранов бьет веселящий газ. Пенсионеры в трамвах говорят о звездной войне. Держи меня, будь со мной, храни меня, Пока не начался джаз. Прощайте, друзья, переставим часы на час. В городе новые стены, но чистый снег. Мы выпускаем птицы, это кончился век. Держи меня, будь со мной, храни меня, Пока не начался джаз. ПЕСНЯ Ночью так много правил, но скоро рассвет. С претеней ветвей крылья хранящие нас. Мы продолжаем петь, не заметив, что нас уже нет. Держи меня, будь со мной, храни меня, Пока не начался джаз. ПЕСНЯ Верния Верния Туда, где начнется джаз. ПЕСНЯ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот не знаю, достаточно ли это духовно, но попробуем сейчас поднять градус духовности. Молитет. Глубже и духовно. Да, глубже и чаще. Проснулся сегодня утром от того, что ползу, как змея. При мне говорят мое имя, но я знаю, что это не я, я работал всю жизнь. Похоже, году под хвост. Остается одно молитвы и воск. Харон. Я снялся с Миком Джагером, Жуан Допен на прежу. Он сидел на красивом матрасе и видел, как я лежу, я лежал рядом. Немногословный вопрос. Лежал и думал, ну на тебе, эй, молитвый вопрос. Лежал и думал, ну на тебе, эй, молитвый вопрос. Учите меня воздержанию, не суй, что попало в рот. Не смотри, что я пью с утра. Это йога наших широт. Просто перемыкает. И хочется выйти на мост. А вы даже думаешь, нафиг. Эй, молитвый вопрос. Эй, молитвый вопрос. Эй, молитвый вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ты печально стоишь на своих каблуках? Лучше бы ты, как тигрица на джипе с подлётной базукой в руках. В жутких тропических зарослях ельников с древней молитвою поисе пчельника. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С тобой пой, баба. Один дал шист, шел полем, шел лесом. Он зашел в пустынь за каким-то интересом. Он думал, что в кустах курочка ряба. Он не был готов к тому, что там пой, баба. Бой, баба сказала, один, два, три, посмотрим, что там у тебя внутри. Путь за рога он шифт. Один управленец отправился в баню. В баню он обидел девочку Маню. Он думал, что это сойдет ему с рук. Но вот его тело нанизано на хрюк. Ты можешь быть чиновником губернского масштаба, но не в твоей жизни. Ты уже буй, баба. Буй, баба, бобой, буй, баба. Ты уже совсем не гол, ой, баба. Многие считают, что они твои друзья. Но никто из них не знает, когда глянят кресты из высящего на стенки ручья. Музыка. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Снился мне путь на север, Снилась мне гладь и тишь, И словно воткрылось небо, Словно бы ты глядишь. Ангелы все в сиянии, И с ними в одном строю. Редом с тобой одна, Та, которую я люблю. И я говорю, послушай, Чтоб ты хотел ответить. Тело мое и душу, Жизнь мою и смерть, Все, что еще не спето, Место в твоем раю. Но только отдай мне ту, Которую я люблю. В сердце немного света, Лампочки в тридцать ватт, Пере горит и эда, Зановы спускаться ватт, А я все пляжу, не глядя, На ледяном краю. И держит меня одна, Та, которую я люблю. И что впереди я знаю, Но знаю судьбу свою, Вот она ждет одна, Та, которую я люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас еще песню, И попробуем ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ Зимняя роза Ты сказала, сейчас я умру Мы выпили горилки, ты двигала левой ногой Жаль, что вместо тебя в этом зеркале отражается кто-то другой А священник на стадионе даже не знал, что ты танцуешь на льду Как много вредных веществ в тот день было вырвано в окружающую среду Если ты был прекрасней в тысячу раз, он не смог бы тебя прочесть Но мне все равно, я люблю тебя в точности такой, как ты есть Мы встретились в 73-м коллеге на алмазном пути У тебя тогда был сквот в луне, там еще внизу был склад Ди-М-Т Твой отец звонил с Байконула, что купил, пропускал до стыла Жаль, что ребята из Вангар-Майнхоф пропили твои софты А у тебя была привычка говорить во сне Так я узнал про твою паранжу Но ты же знаешь, ты можешь быть спокойной Я никогда ничего не скажу Если бы мир был светлее в тысячу раз, он не смог бы тебя прочесть Но мне все равно, я люблю тебя в точности такой, как ты есть Помнишь, у тебя был японец, из чайной школы Джоши-М-Ро Вы с ним пытались раскопать на юго-танья мощи Берлин-Монро Ты сказала мне, держи свое при себе и не оставляй следов И как сабонаро, ты ушла в Антарктиду, растая среди вечных льдов Но я сохранил твои вещи, даже эту голову из Сан-Тропе Я знал, что рано или поздно звезды быстроятся рядом и сойдемся на одной тропе И если бы мир был призаннее в тысячу раз, не смог бы тебя прочесть Но мне все равно, я люблю тебя в точности такой, как ты есть Все те, кто знал тебя раньше, их можно вбить на один сигарон Они до сих пор пьют твою кровь и называют ее виной Но нет смысла таить на них злой, я даже не хочу о них петь Просто некоторые ставятся раньше, чем успевают начать взрослеть Я не знаю, откуда я, не знаю, куда я иду Когда при мне говорят, все будет хорошо, я не знаю, что они имеют в виду Если бы мир был быстрее в тысячу раз, не смог бы тебя прочесть Но мне все равно, я люблю тебя в точности такой, как ты есть Субтитры сделал DimaTorzok Ребенку выплеснули вместе с водой Изумруды зарыли во мху Не это ли то, о чем предупреждали ребята, что сидят наверху Но они все равно пляшут, когда ты трогаешь рукой эту нить А любовь это или отрава я никогда не мог определить Но иногда едешь в поле стыдно, пьешь это лапит из горла И вдруг понимаешь, то, что ждет тебя завтра, это то, от чего ты бежал вчера Если б мир был светле в тысячу раз, он не смог бы тебя прочесть Ты зимняя роза, я люблю тебя в точности такую, как ты есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну попробуем Оксимирон и слава КПСС Дима Торзок Это фигня, или за этим будущее? Субтитры сделал DimaTorzok Это замечательные ребята, которые сегодня делают то, что они считают нужно делать, а через десять лет будут делать что-то совсем другое. По счастью, моды меняются, а необходимость в песнях и молитвах и мантрах остается. Так что можно быть спокойным. Спасибо. Акцентрология, слава капризис, я guess это название? Of some community or group. So, what's behind? Are they doing the right thing or something else? And they ask the words that neither neither the first, neither the second. So there are still the necessity in the songs and the mantras and the prayers stays forever. Замечательный вопрос. А вы светлый или темный? There is a nice question. Are you dark or are you light? А вы попробуйте. Это зависит от ваших светофильтров. Каким я вам кажусь, такой я и есть. Когда на концерте вы говорите «Спасибо, любимые», очень легко и приятно принимать это на свой счет. Спасибо. А кого вам трудно любить? Я чуть-чуть переформулирую вопрос. Чтобы было понятнее, о чем я говорю. Каждый раз, когда делаю что-то хорошее, ну, кажется, что… Ну, все, я уже сделал что-то хорошее, ну, давайте, наконец, как-то на… Награду какую-то за это, да? Но все эти устроены совсем не так. Когда ты сдаешь экзамен, ты переходишь в другой класс, ты попадаешь на другой уровень. И там спрос более жесткий. Потому что суть не в том, чтобы человек получил награду за то, что он делает. То, что он делает уже само по себе награда. И когда ты кого-то любишь, это уже награда. Это не может быть трудно и легко, это всегда трудно. Но чем труднее, тем выше уровень, на котором ты находишься. Знаете, говорят, что… Я не знаю, правда это или нет, я читал про это. Что когда Святому Сергию было видение Божьей Матери, все знают, что оно было. Но как-то мало принято писать о том, что его келейник рассказывал кому-то, что потом у него неделя была депрессия после этого. Так что там и есть свет, там и тьма. Поэтому любить – это само по себе награда. А трудно и легко – это уже абсолютно не важно. Существует точка зрения, что вы просветленный, как Будда или Бадхидхарма. Правда ли это? Что вы при этом чувствуете? Отвечу на оба вопроса. Когда мне в руки попала первая книжка про зен-гуддизм, уж не помню, кто это был, Судзуки, не Судзуки, или там Флэш, Зен Боунс, Зен Флэш, Зен Боунс, то с человеком, который мне эту книжку дал почитать, мы, помню, сидели как-то вечером, летом на скамеечке и всерьез обсуждали, мы уже просветлены или еще нет. Думаю, что с тех пор я на эту тему думать перестал. Но есть одна очень хорошая история. Наверняка вы все ее знаете, но я ее повторю еще раз, она уж больно, она хороша. Какой-то монах жил, судя по всему, в Японии на какой-то одинокой горе, высоко, и все никак не мог просветлиться. Все его, вот почти, почти, чуть-чуть вот, ну, нет, никак не получается. И, в конце концов, бодхисатвы на каком-то там одном из небес решили, ну, чуваку помочь надо, ну, неудобно уже как-то, жалко. И кто-то из бодхисатв действительно принял человеческий облик, старичка какого-то, и спустился к нему, думаю, ну, надо помочь. И этот монах, он что-то спустился по каким-то делам вниз и поднимается наверх и видит, что с того места, где он живет, спускается какой-то старик с вязанкой дров. И он понимает, что там никого не может быть, потому что там живет только он один. И до него доходит, что, наверное, это все-таки чудесное какое-то явление. И он тогда говорит, слушай, стой, раз уж вы пришли мне помогать, тогда просто объясни мне на понятном мне языке, что такое просветление, что такое быть просветленным. Абодхисатва, принявший образ старика, посмотрел на него, скинул вязанку дров с плечи и стоит. До монаха дошло. Абодхисатва говорит, так, все, 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 все понятно, все, спасибо, все свободны. А что теперь делать? Тогда Абодхисатва взял эту вязанку дров, взвалил на плечи и пошел вниз. Вот это по поводу того, что чувствует просветленный. Да ни хрена они не чувствуют. Абодхисатва всю life or some hell. Но при этом. Вопрос. Как вы относитесь к Невзорову? Я отвечу совсем не так, как вы думаете, потому что я боюсь, что я, к счастью или к сожалению, никогда не видел ни одной его передачи. И когда он был в моде, и когда он вышел из моды, я его не видел, но интересный человек. Но я его помню, к сожалению, когда он был в третьем или четвертом отряде пионерлагеря ВТО, был таким маленьким мальчиком, ангелочком абсолютным. Его любили все воспитательницы, все няньки, все старушки, все медсестры. И обожали его, просто обожали. Я думаю, что тогда его развратили очень серьезно. А все остальное – это уже последствия. Дорогой Борис Борисович, мои знакомые из Московского католического собора. Хотели бы пригласить группу «Аквариум» сыграть в сопровождении большого органа. У них уже имеется опыт исполнения рок-музыки на органе. Ну, мы, правда, не рок-музыка, но ладно. Как вы смотрите на это, смотрю с большим интересом, я люблю органы. Так что со мной связаться через Facebook элементарно просто. Буду ждать сообщений. Сразу три вопроса. Зачем нужна смерть? Сразу приходится вспоминать Кадхову Панишаду. Вообще смерть нужна для того, чтобы не было перенаселения. А то не было бы смерти, мы бы были, как семьи в бочке, не двинуться не могли бы. Поэтому природа старательно заботится о том, чтобы смерть была. Но говорят, что это не является такой же необходимостью. Что значит высоконравственный человек? Ну, вы знаете, я расскажу вам одну притчу, не притчу. Один знакомый. Многие, наверное, знают Путапартию. Или уже нет. В общем, в одном маленьком индийском городке, который весь вырос вокруг Ашрама Саи Бабы, в магазине работал человек, которого его учитель послал после 15 лет в Гималайю, в пещере, послал торговать суфей. Говорит, ты торгуешь, чтобы твой бизнес был успешным. И мы с ним подружились, замечательный человек. Он сейчас опять стал просто учителем в Кашмире, насколько я знаю. И он однажды очень хорошо сказал, чем выше человек в своем развитии, тем ближе он к Аллаху. Чем он ближе к Аллаху, тем меньше он берет, тем больше он отдает. По самой простой причине. Аллаху ничего не нужно. Он и так есть все. У него и так есть все. Чем выше человек, тем больше он отдает, тем меньше он берет. Чем ниже человек, тем больше он берет, тем меньше он отдает. И, в общем, вот по поводу нравственности. Я не знаю, есть ли нравственность, но понятно, что в какой-то момент человек, набрав уже все, уже начинает отдавать, потому что уже в гроб совсем что-то набрал, не полезешь. Не повестится. Знаете, говорят, что Александра Бахидовского хоронили так, что в гробу были прорезаны дырки и ладони торчали наружу, чтобы все видели, что он с собой ничего не берет. Наверное, это и есть вопросы по поводу смерти и нравственности. Вот все здесь. Третье. Что происходит после смерти? Ну, вот об этом уже читайте Кадхову Панишаду. Там бог Яма значительно яснее, чем я разъясняет. Так, если мы о духовном закончили, то мы еще несколько песен споем. Или есть еще вопросы? Если есть, давайте. Вы можете и ртом. Нет? Если есть больше вопросов, чем из вашего места, если вы какие-то вопросы. А то мои любимые там сзади застоялись. И не само соус. У доусов нет вопросов. А то Продолжение следует... Глубоко в джунглях 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 Спасибо. Странно то, что задеваю я, Подобие любви создать из жажды И временем раскрасить, чтоб однажды Поверить самому не знаю я, Откуда этот редкостный напер Знакомых нот прекрасное сплетенье Стук в дверь мою, кто, спрашиваю, тени Они ответствуют орел, телец и лев Я говорю, откуда вы ко мне? Какой судьбой и ключ в дверях вращаю Поставить чай немедля обещаю И дверь держу на этой стороне Они смеются, вот напрасный труд Не тратил взгляд, и чин насквозь проходит Садятся в круг, и глаз с меня не сводит И кажется, они чего-то ждут Послушайте, невинные друзья Не может быть, чтоб вам был нужен я Должно быть, здесь произошла ошибка Но скрипка на стене моей дрожит И, боже мой, мне кажется, бежит В моих рукав весь из голубой улыбка Садятся в круг И, боже мой, мне кажется, бежит И, боже мой, мне кажется, бежит Так и живем И, боже мой, мне кажется, бежит Не пропустив меня Но каждый день проходит, словно дрожит А я все пью и мучаюсь от жажды А гости здесь и смотрят на меня Садятся в круг АПЛОДИСМЕНТЫ Шифр, его уmiyor Умери меня из монитора Я, не скажу, нет АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Музыка Я видел, как реки Идут на юг и, как боги, глядят на восток Я видел в небе стальные ветра Взарыл свои стрелы в песок Я был бы рад остаться здесь Но твои, как всегда, правы Так не плачь обо мне, когда я уйду стучаться В двери травы Твоя мать дает мне свой сладкий чай Но отвечает всегда другом Отец считает свои ордена И считает меня врагом В доме твоем слишком мало дверей И все зеркала кривы Так не плачь обо мне, когда я уйду стучаться В двери травы Субтитры сделал DimaTorzok Я видел в небе тысячу птиц Но они улетели домой Я видел тысячу зорких глаз Что смотрят ко мне в окно И ты прекрасна, как день Но мне надоело обращаться к тебе Но вы Так не плачь обо мне, когда я уйду стучаться В двери травы Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удачи вам в вашем нелегком трансперсональном труде! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ